Всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео я вам расскажу, почему мне все еще нравится Xbox One и почему я не собираюсь его продавать. Так, история будет долгая. В последнее время множество ребят в связи с последними новостями об Xbox Game Pass, об Xbox Cloud, слишком расстроились и уже побежали продавать свой Xbox One или менять его на PlayStation 4. Многие же до сих пор не понимают, за что можно любить консоль Xbox One. Что в ней такого и почему вместо нее не собрать мощный ПК или не купить PlayStation 4. Ведь на Xbox One даже нет эксклюзивов, скажут многие. В этом видео я поделюсь своим мнением насчет всего этого и расскажу, почему я все еще верен Xbox One. Но перед началом ролика попрошу вас максимально поддержать это видео, поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей посмотрело это видео. И мне будет очень приятно, если вы это сделаете и поддержите меня в этом. Большое вам спасибо. Давайте начнем. Xbox One я приобрел с даты выхода в Россию, так как я, ну, очень ждал эту консоль. Мне понравилась его суть самой первой презентации. Также я приобрел и S-версию для того, чтобы играть по сети со своим братом и играю на этих консолях по сей день. За это все время Xbox One очень сильно поменялся. У него умер Kinect, нету игр, которые мы не смогли бы запустить на других платформах, ну а также он лишился отличной функции под названием Snap, которая давала возможность включать два приложения одновременно. Казалось бы, суть консоли уже потерялась, ее можно смело продавать. Но таких мыслей у меня даже не возникало. В первую очередь, как плюс Xbox One, я хочу отметить обратную совместимость. Это такая функция, которая дает на возможность поиграть в игры предыдущих поколений консолей. Да, и это невероятно здорово, когда ты просто можешь взять старую игру и запустить ее на новых консолях. Это и ностальгия, и возможность сразу же пройти шедевры того времени. Лично я при помощи этой функции прошел Star Wars The Force Unleashed, перепрошел части Dead Space, Alan Wake и некоторые части Call of Duty. Как по мне, это одна из лучших функций консолей восьмого поколения. Также, для тех, кто не знает, при помощи этой функции можно даже запускать игры от Xbox Original. И благодаря этой функции я с радостью перепройду Star Wars Republic Commando, которая раздается по голду. Второй классной функцией я отмечу мультимедийность. Хоть многие и думают, что игровая консоль должна быть исключительно для игр, но это не так. К примеру, на Xbox One есть замечательное приложение под названием FC Client, которое без всяких проблем и гемора позволяет смотреть множество фильмов. Просто вбил название фильма и смотри. Лично я стал частенько пользоваться этим приложением и смотреть по вечерам фильмы именно на Xbox One. Помимо этого, я люблю Xbox One, потому что на нем у меня много друзей. Да, я из них мало кого знаю вживую, но мне приятно с ними общаться и играть онлайн. Многие, кстати, также перешли, как и я, с Xbox 360 на Xbox One. И ни капли об этом не жалею. Так как все игры, достижения и друзья тоже перебрались на новое поколение. Кстати, было очень здорово послушать голоса своих друзей, которые были на старом поколении в новой гарнитуре. Так как в новом поколении консоли и звук передается так, как он звучит на самом деле. И это было реально прикольно. Также консоль Xbox One мне нравится из-за своих подписок. Лично для меня очень выгодно покупать подписку в Electronic Arts Xbox Game Pass. Покупая ее, вы получаете просто огромное количество игр, в которые даже не успеете поиграть. 600 рублей в месяц за Xbox Game Pass, и вы получаете больше 100 игр в месяц. Благодаря этим подпискам я попробовал Crackdown 3, поиграл в море воров, попробовал Add Them. А также поиграл в кучу прикольных проектов. Да, сейчас подписку не купишь через Microsoft Store. Для этого как раз существуют и другие продавцы. Еще мне в Xbox нравится то, что там есть кроссплатформа с ПК. Да, в некоторых играх она может быть и лишней, но благодаря этой функции я смог поиграть здесь с друзьями, которых знаю вживую. Я всегда мечтал играть вместе со своими друзьями. И если вдруг кто не знает, то на меня было наложено какое-то проклятие, которое просто не давало мне находить друзей с Xbox. Я поменял множество школ, я был в разных городах, и я все еще не смог найти реального друга, у которого был бы Xbox. Так как у всех друзей был либо ПК, либо PlayStation. А с такой функцией, как расплатформа, я осуществил свою мечту. Теперь я могу поиграть вместе со своими друзьями, которых знаю вживую и у которых есть ПК. Помимо этого, мне в Xbox One нравятся их эксклюзивные франшизы. Forza, Halo, Gears of War. Да, многие из них можно поиграть на ПК, но мне больше нравится консоль. Так как я не сильно разбираюсь в железе, и я не хочу играть, скорбившись за столом при помощи клавиатуры и мыши. Я хочу просто без гемора, вечером, на своем любимом диване, без каких-либо заморочек поиграть в любимые свои игры. Да, просто нажать одну кнопку и поиграть в свою любимую игру. Возьми ты PlayStation 4 и будет тебе счастье, скажут многие. Ребят, я уже достаточно привык к Xbox и просто не хочу его менять. Почему? Потому что он меня полностью устраивает. У меня до сих пор в соседней комнате лежит плойка, которую мне подогнал мой друг. На время, пока он в армии. И сказать честно, после того, как я прошел эксклюзивные игры, я больше ее и не включал. Почему? А зачем мне ее включать, когда у меня есть Xbox One? Я могу поиграть на нем во все игры, которые мне хочется. Также в Xbox One мне нравится геймпад. Я не знаю, как вам, но мне этот геймпад очень сильно нравится, и мне на нем удобно играть, нежели на каком-то другом геймпаде. Даже если подписки, эксклюзивные игры выйдут и на других платформах, мне будет все равно. Ведь у меня все равно будет возможность пользоваться этими подписками и играть в эти эксклюзивные проекты. И никто у меня их не отнимет. А еще я люблю Xbox One, потому что он мне дал возможность творить и дал мне некую мотивацию. Если кто не знал, у меня раньше был слабый компьютер, я не мог монтировать на нем видосы. Ну а с покупкой консолей, благодаря функции GameDiver, у меня эта возможность появилась. И свои первые видосы я делал через Xbox One при помощи приложения Upload Studio. Также на этой консоли я впервые начал стримить. И именно из-за этой консоли было создано сообщество GPX и создан был этот канал. Если вы все еще не поняли, то играйте на том, на чем вам больше всего нравится, и никого не слушайте. Так как именно вы должны делать то, что вам хочется, и пользоваться тем, чем вам нравится. Лучшей консоли до сих пор нет, и каждая консоль хороша по-своему. Лично для меня лучшей консолью остается Xbox One. И до конца восьмого поколения я буду играть именно на нем. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. А также пишите в комментариях, какая консоль лучше для вас и почему. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Так, ребят, я с вами. Запускайте. Субтитры сделал DimaTorzok